Привет, с вами Каск. В этом видео я покажу очень быструю оптимизацию, которую сможет применить абсолютно каждый пользователь. Огромный плюс в том, что неважно какой у вас ПК, супер мощный или слабый, десятка или одиннадцатая винда. Буквально пару кликов и большинство сможет избавиться от фризов, то есть статеров и так далее. Если что-то не понравится, а наоборот прибавится больше проблем, вполне возможно, почему бы и нет, делайте откат и возвращайте на исходное состояние. В последнее время очень много сообщений мне поступило о том, что у ребят жесткие фризы. Когда по тебе стрелять, когда ты приземляешься или подбираешь оружие. И единственное решение, которое оказалось верным, конечно, не всем помогло, увы, но тем не менее. Это отключение сжатия памяти. Да, та штучка, которая кушает много оперативов в абсолютно разный временной промежуток. Перед тем, как начнем, попрошу поставить один лайк и подписаться на канал, а также написать в комментариях ваши результаты. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте, с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Первонаперво расставим точки и определимся, что же такое мем-компрессия. Сжатие памяти обычно используется для оптимизации оперативной памяти вашего ПК. Оно позволяет сжимать данные и увеличивать доступное пространство, что особенно полезно при работе с большими объемами данных или при запуске нескольких потоковых задач одновременно. Но в последнее время многие отключают мем-компрессии. Есть несколько причин. Было обнаружено, что во время игры в фоновом режиме запускается мем-компрессия. Она обнаруживает нехватку памяти и пытается сжать неиспользуемые страницы памяти. Вроде бы как все хорошо и должно работать. Но мем-компрессия затрагивает в этот момент как оперативную память, так и ваше хранилище данных, а также какой-то процент нагрузки на процессор. В играх, где требуется не так много оперативной памяти, если такие среди нас, я даже не знаю. Ничего страшного, но при 16 гигабайтах, когда уже забитое на более чем 90%, подрубается мем-компрессия. Забирает свободные 10% и показывает, что такое настоящие фризы. Поэтому, если вы хотите получить максимальную производительность от вашей системы, мем-компрессию лучше всего отключать. А как это делается, сейчас покажу. По желанию, если хотите уберечь себя полностью, можете сделать точку восстановления. Нажимаем поиск, пишем точка восстановления, выбираем любой диск, создать и даем название, чтобы не забыть. Если нужно будет вернуть, нажимаем просто восстановить и выбираем точку восстановления. Далее нам нужно открыть powershell от имени администратора. Пишем get mm-agent. И у вас должно появиться следующее окошко, где мем-компрессия будет написана как true. Это значит, что она включена. Если у вас ошибка следующего характера, как и у меня, чуть позже перейдем уже к следующему способу. Для тех, у кого все работает, пишем disable mm-agent.mc. Все команды оставлю в описании. Нажимаем Enter и перезагружаем систему. Как ПК включится, снова открываем powershell, вводим команду get mm-engine и проверяем результат. Если на мем-компрессии написано уже false или false, как удобнее говорите, мы сделали все правильно и отключили мем-компрессию. Все, что нам нужно сделать дальше, это зайти в те игры, где у нас были фризы, проблемы с производительностью, и уже проверить по факту, помогло ли отключение мем-компрессии или нет. Для того, чтобы включить мем-компрессию, пишем в powershell уже enable mm-agent.mc. То же самое, нажимаем Enter и перезагружаем ПК. Как вы видите, ничего сложного, можно все вернуть в зад без проблем. Переходим ко второму способу, для тех, у кого не получился первый. Нажимаем поиск, пишем службы, находим sys-main, нажимаем pkm, свойства, и скорее всего тип запуска у вас будет как автоматический, а состояние запущено. В этом случае выбираем отключена и останавливаем службу. Если у вас уже была отключена, это значит, что у вас сборка винды, и в ней уже многое настроено. В этом случае можете попробовать наоборот включить. Возможно, именно в вашей ситуации это поможет. Ну а для того, чтобы включить, я думаю, тут гадать не стоит. Тип запуска ставим на авто и запускаем службу. Как-то так. Надеюсь, что большинству из вас отключение манкомпрессии поможет, и вы, по крайней мере, хотя бы избавитесь от статтеров, чтобы можно было спокойно насладиться игрой. Потому что играть с фризами вы сами прекрасно понимаете, это ужас. С вами был Каска, за лайки и подписку огромная благодарность. Как говорится, до скорых встреч.